Всем привет-привет, ребята! Рада видеть вас на своем канале. Как у вас дела? Как настроение предновогоднее? У меня, знаете, в принципе, все нормально, если не считать того, что произошло вчера. Об этом я расскажу немножко попозже. Это видео будет о вещах. В этом видео я покажу два красивых платья, которые можно надеть на Новый год. Пальто, ботинки, сумку, шарф, шапку и все. Сейчас расскажу о том, что со мной произошло вчера. У меня, на самом деле, начались какие-то сумасшедшие дни. Ну, наверное, это предновогодняя суета, еще много всего происходит в моей жизни. Я не беременна. Я знаю, что многие подумали, что я беременна из-за того, что я немного поправилась. Кто-то написал и раздули по всему инстаграму, что Женя Гейн беременна. Нет, я не беременна. Вчера я должна была поехать на презентацию парфюма одного. И я к этой презентации готовила где-то неделю, то есть морально думала об этом. В общем, я нарядилась, накрасилась, поехала на презентацию, подъехала к этому месту, встала возле главного входа и решила еще раз посмотреть на пригласительный, который у меня был в телефоне. Мне прислали по электронной почте онлайн. И я увидела, что, оказывается, не 22-го, а 23-го презентация. То есть я раньше пришла на один день. В общем, презентация сегодня, то есть через полчаса. И я не знаю, пойду я туда или не пойду. Мне на самом деле уже все равно, потому что я вчера так расстроилась, я по этим пробкам поехала. В общем, ну, конечно, кто виноват. Я виновата сама в этом, да. А вторая вещь, которая вчера со мной произошла, это... После презентации, собственно, я поехала в медицентр. Это у нас такой развлекательный торговый центр. И, в общем, там я увидела елку, я об этом написала в инстаграме. Там еще такая музычка играет, знаете, рождественская, предновогодняя. Я пошла в банкомат, чтобы снять деньги. Вставила туда карточку свою, сняла деньги, развернулась и ушла. И карточку забыла. Хорошо, что, в общем, я зарегистрирована в интернете. Я залезла там в свой кабинет личный, сразу заблокировала карту. Слава богу, с этой карты никто не снял деньги. Теперь я быстро покажу вам вещички. А значит, ну, самого классного. Это платье шикарнейшее. Бархатное, темно-синее. Очень красивое. Ну, посмотрите, какой шикарный цвет этого платья. Это платье я заказывала на сайте у Ирины Слоневской. Есть такой дизайнер, девушка. Я не раз уже показывала ее вещи в своих видео. Они подгоняют одежду полностью под ваши параметры. Кстати, у них на сайте сейчас очень хорошие предновогодние скидки. Поторопитесь, посмотрите, что там у них осталось. Пальто тоже с этого же сайта, Ирины Слоневской. Мне очень нравится, что оно такое комбинированное. Снизу кожезаменитель. Очень стильное. Даже у него на воротнике с обратной стороны кожезаменитель. Очень качественное пальто. Мне оно безумно нравится. Люблю носить это пальто с ботинками. Эти ботинки я купила в Zara. Фурнитура на этих ботинках тоже прикольная. Сзади такие замочки стильные. Я рада, что я их купила, потому что в них очень удобно. В то же время они стильные. И, в принципе, падает все. Можно даже под платье надеть. Там же в Zara я купила вот такую сумку. Кожезаменитель. И сумка, если честно, плохого качества. Сама она по себе прикольная, красивая, такая стильная. Темно-бордовый подклад. Все это так элегантно и дорого смотрится. Но сумка сама по себе ужатная. На ней остаются царапины, потертости. Если вы от стенку шуронетесь, если вы там замком каким-нибудь от куртки проведете, то сразу остается царапина. Это меня жутко раздражает. С сайта Ирины Слоневской заказала себе еще шарф и шапку. Знаете, такой приятный, грязно-розовый оттенок. Шарф очень теплый. И с пальтом тоже очень классно сочетается все это. Еще на сайте Ирины Слоневской я заказала розовое платье. Оно тоже мне безумно нравится. Цвет очень красивый. К платью идет подъюбник, пачка. Это делает юбку более пышной. Но если надеть еще подъюбник, то платье начинает полнить. Потому что вы, кажется, как бочка. Мне это не очень нравится. Поэтому я ношу это платье без подъюбника. Платье тоже мне безумно понравилось. Но больше всего мне понравилось бархатное платье. Вот и все. Не знаю, успею ли я на презентацию. Постараюсь. Подумаю еще. Если с вами в жизни происходили тоже какие-то подобного рода смешные истории, напишите их под видео. Давайте почитаем, посмеемся вместе, пообсуждаем. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.